друзья вы смотрите привет ахмед мы находимся в белгороде в белгородском кинологическом центре и в сегодняшнем выпуске мы поговорим про правильный уход содержания и выращивания собак породы вельш корги кардиган так что смотрите привет ахмед поехали слушайте я обожаю кардиганов это моя одна из самых любимых пород я очень люблю судить на выставках и наверное когда-нибудь даже завел бы кардиганом многие люди путают кардигана с пемброком думая что кардиган это большой пемброк нет это абсолютно разные породы у них есть где-то далеко общие предки но в целом это абсолютно разные породы с разными характерами с разными моментами в жизни вот сегодня в этом выпуске мы ну хватит честер ну какой хороший ребенок сегодня в этом выпуске мы поговорим заводчица и вельш корги кардиганов алиса евтушенко про аспекты правильного выращивания воспитания кардигана потому что знаете вот он милый хороший но все-таки так собака овчарка имеющая свой характер имеющая свои такие стальные нервы и стальной стержень внутри и с ним нужно общаться очень достаточно строго дабы он не сел на шею и еще самое главное вы узнаете как правильно кардигану поставить уши красивые чтобы они не падали и как правильно вырастить чтобы не было проблем с опорным двигательным аппаратом вот об этих всех моментах сегодня расскажет алиса так что смотрим друзья вельш корги кардиган маленькая овчарка порода которая отличается высоким интеллектом крутым характером очень таким хорошим здоровьем обо всем об этом нам сегодня рассказывает моя хорошая подруга алиса евтушенко заводчица питомника лойл элли в городе белгород ее собаки живут по всему миру многие ее специалисты знают и заводчики знают ее алиса расскажи про содержание кардигана и обязательно про вот то что заклеены ушки я отдельно хотел бы на этом остановиться уши у кардиганов достаточно крупные и им приходится ему помогать чаще всего у меня как бы довольно таки крупные кардиганы соответственно большие тяжелые уши и им нужна помощь помимо как бы до сбалансированного питания сухого корма я всегда добавляю коллаген обязательно где-то с полутора месяцев и начинаю клеить уши в данном случае щенку 6 месяцев крупная тяжелые такие мясистые ушки соответственно одну уху настало очень хорошо второму нужна помощь щенкам который помладше я делаю корону друзья я расскажу подробно что имеет ввиду алиса про корону и про клейку ушей кардиган хоть и относится к группе овчарок это первая группа fci в международной классификации в отличие от классической овчарки то же самое немецкой восточной европейской у них уши на голове не стоят прямо вот так вертикально они у них немножко имеют легкий разлет они не должны вот разлетаться как грубо говоря знаете в разные стороны но легкий разворот вот такой вот тут видите он присутствует и учитывая что порода достаточно такая массивная иногда у щенков уши не стоят если их вовремя не подклеить они просто упадут или не всегда упадут но будут такими будут долго болтаться будет баланса между двумя ушами и бустериться некрасиво и на выставках такая собака соответственно будет проигрывать поэтому заводчики как алиса уши подклеивают алиса это что за ликопластырь это же как-то это я перепробовала много всяких вариантов и специальные ликопластырь из ну как бы скотч и всякие разные для клейки ушей и пришла это обыкновенный бумажный строительный скотч он дает уху дышать прекрасно держится немаловажно чтобы не развивались океатиты и прочие не очень хорошие вещи легко легко одевается легко снимается и ну скажем так первое конечно время он беспокоить щенков потом они просто на нет и перестают обращать внимание и прекрасно ходят с коронами на головах алиса когда говорит про корону она имеет ввиду специальная такую специальную конструкцию на голове у собаки вот обычно короны делают доберманом цвирк пинчером но кардиганом тоже ее клеят вот как ты клеишь объяснишь чтобы мы рассказали нашему сначала поочередно клеится два уха поделись вот а вот такого ну первое ухо также клеится второе ухо и сматываю их между ними но делаю это так чтобы они вот вот так вот стояли торчком так быстрее скажем так быстрее они начинают установиться уши запоминают можно сказать запоминают позицию и потом остаются уже у собаки на всю жизнь правильном положении скажи алис какие еще есть нюансы в содержании потому что это пусть я смотрю на паркера вот этого мраморного красавца очень красивый как наши зрители которые имеют уже кардиганов должны выращивать чтобы вырос чемпион ходить ходить выхаживать я очень много гуляя своими собаками просто например до белгорода мне далековато доезжать до чтобы собак собаки бегали на беговой дорожке соответственно я утром и вечером на утром одна партия щенком начиная месяцев наверно с пяти шести потому что раньше просто нельзя они все равно тяжеловаты суставы еще не на месте месяцев с пяти шести начинают там с десяти минут то бишь вышла и как на выставке голову кверху и рысью мы пошли гулять соответственно прогулялись все как бы да ну на следующий день прибавляем по пять минут прибавляем прибавляем и сейчас у меня например взрослые собаки совершенно прекрасно по прямой идут до полутора часов мы гуляем что самое главное друзья вы не должны щенка заставлять если щенок вы видите что он устал не надо его тянуть и продолжать движение потому что слабые связки а еще не развит полностью опорно-двигательный аппарат и щенкой это в принципе противопоказано такие сильные нагрузки актуально гратариста постепенно увеличивать продолжительность вот этих движений ты говорила про коллаген и какие-то хонда протекторы учитывая что кардиган тяжелая порода как ты рекомендуешь давать табаски смотреть по щенку все щенки разные разные заводчики по разному растут щенки я просто знаю как боя да непосредственно гору про своих щенков у меня очень часто они тяжеловатые тяжеловатые крупноватый соответственно им нужна помощь как для связок так и для ушей я ввожу коллаген с полутора месяцев и дальше смотрю по щенку если как бы но мне нравится как он выглядит да я прекращаю давать на какое-то время если опять же таки но там резкий толчок роста я опять ввожу коллаген и и все прекрасно на самом деле друзья хочу вас еще предостричь одной маленькой на истории иногда некоторые препараты хондропротекторы обладают таким слабительным эффектом если вы увидели у своего щенка что после применения хондропротекторов его немножко слабит нужно препарат отменить и смотреть что происходит дальше алиса я знаю у тебя есть дети кардиганы многие может не в курсе собака очень такая с волевым характером и если я знаю если к ним иногда не не применять историю кнута и пряники не могут сесть на голову как у тебя происходит воспитание кардиганов с детьми и вообще в целом как бы щенки которые остаются у меня в питомнике соответственно да как бы я их начинаю сразу социализировать прогулки с детьми походы там поездки на площадке летом это водохранилище выставки у меня часто дети также приезжают на выставки и собаки по меру взросления они социализируются они привыкают они подстраиваются под мой график жизни плюс ну естественно да как бы питомник у меня и взрослые собаки и щенки глядя как бы на взрослых собак да они соответственно ну мне например с ними легче их воспитывать потому что у меня взрослые собаки они все как бы все степенные это очень правильно что алиса говорит потому что даже могу привести такой пример хороший у пастухов когда они держат большие оттары и держат пастушьих пастушьи породы собак а молодых щенков которых они оставили себе для пасть паттары всегда ставят работать в паре с взрослой сама которая все умеет потому что щенки они перенимают все у своих соплеменников у своих таких больших старших товарищей скажи кардиган на собака растянутого формата есть я знаю какие-то особенности в содержании на собак растянутого формата потому что многие не знают но кардиганом нежелательно как и допустим тем же таксом бассет хаундом прыгать с диванов резко подниматься и спускаться с лестниц как у тебя живут они дома и что ты советуешь владельцам я также даю рекомендации владельцам что месяцев наверное до 6 до 7 никаких да там больших барьеров резких скачек если также спрашиваю да и планируют ли они что ну как бы будет ли их собака залазить на диван соответственно чтобы первое время была какая-то помощь помощь либо есть продаются специальные подставки для дивана по поводу собак более длинного формата у меня бывают соответственно тоже такие рождаются просто ну скажем так дополнительное именно выхаживание до чтобы собака правильно сформировалась чтобы спина была ровная очень мало в немаловажно для кардигана да я как бы также с детства если такой щенок остается он мне нравится экстерьерно но при этом да он слегка по подрастянут я просто также четырех там с пяти месяцев начинаю потихонечку постепенно его выхаживать нас к расскажи просто нашим зрителям про некоторые особенности экстерьера кардигана у них же есть вы наверное не знаете но у них есть особенное положение передней конечности расскажи про это да у нас очень часто так в разговорной речи называют кривульки потому что они маленькие и очень довольно таки своеобразные формы при как бы когда на кардигана смотришь фанфас должна быть ну как бы идеально считается рюмочка то бишь лапы сужаются да у них присутствует небольшой размет но бывают при неправильном выращивании кстати очень часто при неправильном выращивании бывают излишне развернутые лапы соответственно их нужно собирать в кучу я бы это назвал бы немножко иначе назвал бы это легким разворотом пистей вот это у кардигана в породный признак мы сейчас вам обязательно это покажем как это выглядит вот легкий разворот пистей так должно быть у кардигана когда у кардигана процессе выращивания или неправильной анатомии бывает сильно разворот это не это плохо это нежелательно это уже когда том что собака на выставках не может занимать какие-то первые места но в целом на кардиган абсолютно здоровая адекватная вменяемая порода и друзья если вы любите активный образ жизни если вы любите посещаете в различные выставки ездить за город на озеро на речку кардиган вам подойдет единственного кардигана наверно минус на мой взгляд но они имеют такую функцию кучковаться поэтому у вас есть дома один кардиган у вас обязательно 5 2 3 а может быть и 4 и со временем вы станете так как мы такие же как мы с алисой заводчики своей породы а в частности кардиганов алиса тебя огромное спасибо за то что ты нам все уделила время рассказала а мы пойдем играть со своими собак ну что я как обычно с подарками уже это стало традицией от наших друзей компании липкорн корм сириус подарочки тут бейсболочка кепочка поилочка так что все будет круто от наших друзей компании о 2p с лососевое масло добавляй в еду шерсть будет блестящая яркая шиперки мои блестят так что знаешь не простое причем масло из дикого лосося что немаловажно как говорится люби добавляй в еду все будет круто а вы нас смотрите и будет вам счастье а